Юлия и Андрей вместе всего полгода, но за это время уже успели понять, что по натуре и мировосприятию очень похожи. Мы сидели в социальных сетях, смотрели какие-то красивые вещи, красивые картинки, ну просто как бы просматривали очередные новости и увидели картинку с этой лестницей. Это фотография Стокгольма. Мысли о создании такой же лестницы в своем городе возникли у них одновременно. И место, где они смогли бы реализовать задуманное, даже не обсуждалось. Это их любимые ступеньки на Творянском гнезде. Хотелось сделать что-то именно здесь, потому что как-то отметить это место, скажем так. Я думаю, что осенью, когда здесь будут желтые листья, будет очень мило смотреться лестница и, может быть, влюбленные будут приходить сюда, сидеть на ворожках. Спустя два дня они уже разрисовывали любимое местечко краской. На такое творчество прохожие реагировали по-разному. Молодежь реагировала как-то неадекватно. Типа, делайте непонятно что, для чего, какой-то ерной занимайтесь. А вот взрослые люди даже хвалили. Молодцы. Как только их фотографии появились в социальной сети, оказалось, что этой идеей заинтересовались и другие орловчане. Идею создать лестницу пианино в сети поддержало более 600 человек. Но Юлия и Андрей опередили. Лестница стала какой-то ступенькой в длинном пути таких проектов, которые украсят наш город, сделают его незабываемым, необычным среди городов. Креативные и инициативные орловчане уже начали украшать свой город. В детском парке уже красуется трехмерный рисунок водопада. Сейчас ребята раздумывают над новой идеей. Вроде бы все знают, что пешеходный переход это зебра. А зебры нигде нет. На самом деле рисовать можно практически где угодно, но более актуально это будет возле какого-нибудь детского сада. Сделать наш город красивым и необычным можно, если небезразличные к нему люди не будут жалеть своих идей, времени и банок с краской. Ирина Комнатная, Денис Еременко для программы Оперативный эфир.